привет друзья мои охотники вы на канале вятка hunter у нас понедельник 23 октября выпал первый снег у нас кирай и я решил снять небольшой видео обзорчик такому живописном месте на реке вятка где как красиво медленно переходим из осени в зиму идет своим чередом и данный видео обзор я хотел бы поделить на два небольших обзора первый будет про мои планы на предстоящий охотничий промысловый сезон во втором я расскажу о своем новом приобретении это будет костюм в котором я буду охотиться зимой давно хотел его купить но давила жаба справился с этим общем и купил так что смотрите будет интересно начну с того что с 29 числа я в отпуске и 30 я уже буду в деревне готовить приманку на капканы приманки запасы с нынче с снова я думаю с избытком фляга 40 литровая два бобра в общем-то да заквасили так начну я конечно с установки капканов на бобра речки и ручьи у нас небольшие наверняка уже замерзнут покроются льдом буду ставить капканы на плотинах и проходные капканы которых у меня не так много буду ставить на протоках плотин на ручьях на лесных очень много порядка 20 капканов я думаю поставлю только на плотинах потом пойду заряжать свой пути к окуницу которыми а протяженностью 5 километров на нем у меня наверно капканом 25 может 30 и уже наверно после этого с другом будем выставлять путик большой километров у нас будет 20 не полностью он еще у меня доделан доработан чем потрудиться придется классная погода обалденно просто себе все идет своим чередом здорово смотрите как у нас здесь в городской засел очень красиво река вятка скоро пойдет по нишуга река примет свой зимний образ покроется льдом да так что еще хотел добавить с первого ноября у нас открываться охота на лося загоном из-под собак загоном мы охотимся мало основном охотимся из-под собак хочется дать такое наставление охотникам быть предельно внимательным и осторожным на охоте загон особенно при использовании нарезного оружия в прошлом году у нас в области несколько случаев зафиксировано когда охотник стрелял в охотник и несколько случаев с летальным исходом скажем так поэтому на такой охоте нужно быть предельно внимательным не охотиться в сумерках четко видеть цель конечно с нарезкой очень опасно мы пока охотимся с гладкоствольным и из-под собак а что загоном встаем вероятные скажем так выходы лося и охотимся так не очень эффективный способ из-под собачек конечно гораздо более эффективный с подхода я люблю за 8 походить приходилось брать несколько лосей с подхода выпадет снег немного расскажу особенности этой охоты как ведет себя зверь как ложится на лёжку какое время примерно кормится очень интересная охота очень трудно зверю подойти очень очень трудно нужно чтобы как сказать все карты легли и ветер и погода снежок чтобы там провалил что глухо было очень в лесу подойти к зверю очень трудно так лицензию берем значит на лося будем стрелять лицензия у нас нынче вроде бы стоит 17 тысяч считаю что это не так дорого коллектив у нас маленький поэтому мясом-то поставимся практически на весь год что еще ладно сейчас буду делать второй обзор на костюм так что смотрите не переключайтесь ну как вот 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 и